Всем привет! И это видео, ну, для меня оно немного специфическое и необычное, потому что я такое никогда не снимал, как-то желание у меня не было такое снимать. Вот, и я вам буду рассказывать про уход за собой, про уходовую косметику и бла-бла-бла. Вот, сразу говорю. Это видео рассчитано по большей части для парней, как бы на парней оно и рассчитанное. Поэтому, если вы девушка и вы в этом всём разбираетесь, то знаете, я в этом всём немного примитивен. Вот, и разъясняться я буду максимально простым языком, дабы парни всё-таки тоже поняли вообще в чём суть и что для чего нужно, почему это нужно брать. И давайте начнём, начнём мы с того, что вообще не снимал я такие видео, потому что мой уход был, знаете, какой? Умылся водой, это важно, побрился и всё, уход, в общем-то, и состоялся на этом. И больше ничего никогда с собой не делал. И, следовательно, у меня всегда были проблемы. А я, знаете, я всегда был ходячий АПП, я ел полезную пищу, я отказывал себе во всём. И вегетарианцем я никогда не был, то есть мяско кушал на пару, варёное, как бы всё было хорошо. Воды пил я по 2 литра в день и лекарства порой определённые принимал. Но, знаете, вот как только я опять начинал просто умывать лицо водой и больше ничего не делать, у меня опять появлялось море проблем. То есть, когда ты ухаживаешь за кожей, вот, знаете, вот это такой момент, которого мне не доставало. Ты вот за ней ухаживаешь, и всё более-менее хорошо, а потом ты забил, и всё стало плохо. И я из тех людей, которым вообще не нравится вот это вот всё на себя мазать. Я, может, люблю одеваться, и, следовательно, может быть, я похож на человека, который обожает вот все эти крема, но это не так. Это мне очень чуждо, и мне лень. Мне просто лень всем этим заниматься. И когда я понял то, что, чёрт возьми, вот это вот питание, непитание и прочая фигня, которой я постоянно занимаюсь и заморачиваюсь, это, да, это основа, но она у меня и так есть. Следовательно, проблема в чём-то другом. И даже когда я однажды ухаживал за собой, но я жрал сплошную сладкую, у меня просто не было другой еды, у меня был торт за тортом и тортом. Это был мой ужин, обед и завтрак. У меня с кожей всё было хорошо. Поэтому вполне возможно, если у вас есть какие-то проблемы достаточно серьёзные, и вы и так всё делаете, вы что-то там пропиваете, вы реально за собой следите внутренне, скорее всего, вам не хватает чего-то внешнего. И об этом мы сейчас будем говорить. Вот, поэтому это видео, я надеюсь, будет, правда, кому-то полезным. И начнём с основного моего ухода. Он у меня помещен здесь, потому что в данном магазине Люксе. Кстати, кто живёт в Новосибирске, я думаю, согласятся со мной, то, что что бы мы с вами делали без Люксе Бьюти. Лучшие продавцы-консультанты, д.д. и т.п. Я это говорю не потому, что это моя работа, а потому, что это правда. Ну, Люксе Бьюти – это топ в Новосибирске. И там мне подобрали, в общем-то, основной уход за собой, про который я вам хочу рассказать. И рассказать ещё про другие средства. Их здесь будет достаточное количество. Не знаю, на сколько времени это видео выйдет. Во-первых, первое, что очень важно, это просто умыть лицо. Это своего рода, простым языком, мыло для лица. Но как бы мылом лицо мыть нельзя, потому что немного другая среда, и это очень сильно сушит, и потом никакой крем, простите, вам не компенсирует то, что вы высушили. А сушить кожу нельзя, потому что если вы кожу будете сильно сушить, она будет вырабатывать больше кожного сала. Вы будете думать, что ага, она жирная. Вы будете сушить ещё больше, больше мылом мыть. Она будет становиться ещё типа жирнее, но по сути она будет становиться сушей, выделять больше сала. Следовательно, попадание микробов и прочего вот этого непонятного, оно будет вызывать воспаление. Поэтому нам как бы с вами этого не нужно, и нам нужно нормальное своего рода мыло для лица. И вот это вот такой вот гель от Lancome. Lancome Man. И очень важно, это мужская линейка, потому что если вы парень, у вас кожа толще, чем у девушки. Это как бы естественно, и следовательно, вам нужны другие средства. В данной косметике уходовой, мужской, она чем отличается? Тем, что как бы определённые активные вещества и компоненты, они в другой концентрации находятся, и поэтому они будут лучше работать с вашей кожей. Но если вы девушка, то можете, кстати, попробовать мужскую линейку, вот вам это наоборот будет круче, если у вас какие-то проблемы есть. В общем, вот такой вот Lancome Man, Гели, Нетуян, Тультимайт. Я это лучше напишу, чем буду читать. Следующая вещь, это лосьон. Это лосьон от Givenchy. Это уже линейка как бы унисексовая, и для девушек и для парней, просто в мужской не было такого средства. Это лосьон, который мы используем после геля. Он нужен для дальнейшей очистки нашей кожи. Но... Ой, мое солнышко проснулось. Солнышко проснулось. Ну давай, ложись где-нибудь. Иди ко мне в комнату. Ой, мой маленький Грейка. Ну чё, солнышко, чё ты пришёл? Ой, ты зайка. Вы, наверное, не видите его. Но он... Ну, у меня здесь пёсик. Ох, бог. Ну, если видите, то тут много шерсти теперь. Ну, Грейка всё, я снимаю видео. Но проблема лосьонов в том, что они достаточно сильно будут сушить вашу кожу. Поэтому нам с вами дальше нужен будет какой-либо крем. Крем должен компенсировать, во-первых, то, что высушило ваш лосьон, и увлажнять кожу дополнительно, дабы ваша кожа не выделяла больше кожного жира, сала, которое нам с вами только вредит, потому что от этого появляются различные воспаления. И основное мое средство, это тоже средство от Жванши. И, кстати, это всё капец какое дорогое на самом деле, поэтому единственная проблема всего этого, это цена, конечно же. Но если вы это покупаете, то думайте о том, что ваша девушка либо подруга тратит больше на всё это. Поэтому вы тратите меньше, вы экономный парень. И всё, что вы потратили, оно как бы окупится на вас. Поэтому не нужно скупиться. Я всегда так думаю. Я вижу вот этот ценник. Две-три тысячи за крем и так. Боже мой, вы серьёзно? А потом думаю, ну там у моих подруг помада по две тысячи, да, следовательно, помады нужно несколько, а крем мне нужен всего лишь один. Поэтому как бы это экономия. Но не суть. К Жванши перейдём. Жваншимен – это даже не крем, это своего рода эмульсия, либо флюид. Флюид – вот это модное слово такое красивое. Его фишка в том, что это классное увлажнение на выход. То есть, когда вы пошли на улицу в зиму, ну и в лето он, кстати, тоже хорошо работает, как мне кажется. Этот флюид хорошо увлажняет кожу, не проваливаются ваши поры, благодаря чему при отрицательной температуре ваша кожа не будет трескаться. Объясняю. Когда холодно, вы мажете обычным кремом. В отрицательную погоду, температуру, все это вот увлажняющая фигня, она как бы у вас в порах находится, она замораживается, и как бы начинается ваша кожа трескаться. Это ещё сроков физики такое, наверное, вам должны были рассказывать. Но мало кто знает то, что и в кремах эта фигня тоже работает. Да, она работает. Поэтому для зимы вам нужен определённый крем, который в поры не вваливается, и это вот такие вот флюиды. Вот у Живаншета очень классный флюид, он матирующий и даёт слегка здорового блеска вашей коже. Поэтому однозначно его советую. Для выхода это идеальный вариант, как считаю я. А потом есть ещё у меня крема, ещё два крема. Сейчас я про них расскажу. Это вот такие вот два крема. Первый крем, он достаточно бюджетный. Это уже не мой основной уход. То есть я вам сейчас уже показал свой основной уход из трёх средств. Вы можете ограничиться ими. Остальное это уже, ну, как говорится, от лукавого. Это вам, может быть, будет нужно, может быть, нет. Вот это вот крем бюджетный, это крем Невея, дневной матирующий крем. Ребят, он нихрена не матирующий. И вот здесь вот, скажу вам вот что. После использования люксовой косметики, да, она очень дорогая, и после использования вот такой вот обычной, вы будете, скорее всего, выбирать люкс, потому что люкс, он почти всегда охренителен. Там редко бывают промахи. А вот это, ну, короче, это не подходит для выхода, потому что он не матирующий. Если вы с ним выйдете на улицу, то поверьте. Да, он хорошо увлажнит, но, чёрт возьми, боже, у вас кожа спустя час-два станет жирной очень сильно, потому что вся эта, всё это увлажнение, оно всплывёт наружу. То есть дома им пользоваться круто, после там нанесения лослеонов и прочей фигни, дабы, как бы, ну, не тратить много вот этого, потому что эта штука гораздо дороже стоит, чем вот эта. Вот в этой находится, ну, где-то 5 или 6 вот таких вот кремов, если не больше. Вот, поэтому дома им пользоваться можно и нужно. В отрицательную погоду с ним тем более нельзя выходить, потому что он валивается в поры, он слишком влажный. В общем, короче, вашей кожи будет капец от этого крема, если вы с ним будете выходить на улицу. Не советую на улицу, советую дома. А второй крем, это вот такой вот крем от Клиник. Опять же, название будет подписано. Блин, обычный крем, но он, как бы, только на ночь годен, если честно, потому что после долгого использования и, как бы, в сравнении с людьми, я понял то, что от него остаётся лёгкая плёнка на лице, это, как бы, всё очень плохо. Вот, поэтому на ночь его использовать можно, а днём, ну, не советую, потому что эта плёнка, она, ну, с ней себя чувствуешь немного некомфортно. Лучше на ночь его нанести, проснуться и всё это смыть другими средствами. Вот так вот. Другие средства уже достаточно бюджетные. Во-первых, это вот такой вот гарнир 3 в 1. Это гель, скраб и маска, как написано здесь. Но, ребят, во-первых, как гель ежедневный, это использовать, я вам, однозначно не советую, потому что скрабирующие частицы и вот вся эта фигня сильно повреждает кожу при ежедневном использовании, поэтому пользоваться этим каждый день не нужно. Как гель, это, естественно, не подходит. Как скраб и маска, да, отличный вариант, но, опять же, не нужно этим пользоваться, как написано здесь, каждые 3 дня. Нет, раз в неделю, максимум, 2 раза в неделю, а вообще лучше раз в 2 недели. Скрабировать кожу нужно как можно реже, просто, чтобы ваши поры очищались, но часто это делать точно не нужно, потому что это сильно кожу сушит, от этого сала будет вырабатываться больше, вы не запасетесь с увлажнением. Запомните, самое важное это увлажнение, а уже потом все остальное, поэтому вот эта вот штука, хорошая как скраб либо маска, да, это супер штука и очень бюджетная, но, опять же, раз либо 2 раза в неделю. Так, и следующее средство это мицеллярная вода, вот такие вот 2 варианта от гарнир, объясняю, эта штука вам не нужна для умывания, она вам нужна только при условии, если вы иногда краситесь каким-либо тоном, к примеру, у вас какие-то съемки либо что-то еще и вас накрасили, тогда эта штука вам обязательно нужна, потому что просто так косметику вы водой не смоете, какая бы она легкая ни была, к примеру, какая-то съемка вам нанесли там до хрена всякого грима, ну, либо даже просто припудрили и там тона нанесли немного, если вдруг вы краситесь либо вас красят, то эта хрень вам обязательно нужна, вот после огромного количества съемок и вот всего такого, вот эта штука у меня уже полтора года живет, то есть понимаете какой расход минимальный, а стоит она рублей 300, вот эту вот я взял просто так, дабы потестить, она нужна для более такого тяжелого макияжа, когда уже вас прям раскрасили всякой фигней, вот, потому что, ребят, это правда, все нужно смывать, ваши поры не должны забиваться косметикой, вы это смыли, потом взяли, провели вот это очищение, потом вот этим вот живанши добавили, ну, а потом, если вам на улицу бежать, взяли, вот этим вот живанши, все увлажнили, ну, а если вы дома, то вот в этой вот не веи, ну, а если, как бы, вы спать будете ложиться, то вот этим вот клиник, в общем, все очень просто, как видите, как бы, большого ума не нужно, чтобы в этом всем разобраться, вот, поэтому это нужно только если у вас на лице бывает косметика, это плохо, если она там бывает, ее нужно смывать, ну и что, ну и последнее, почти, это для волос штука, вот эта вот штука, это реально открытие, просто хочу вам показать, это Crystal Drops Studio Professional, что хочу про нее сказать, написано, то, что она против секущихся концов и прочей фигни, но это крутая штука, если вы хотите, чтобы ваши волосы вот имели вот такую вот структуру, потому что это масло для волос, ну, в общем-то, классная штука для просто того, чтобы ваши волосы, ну, не вставали вот в кучу всякой фигни, от шапок, от прочего, что вполне нормально для всех, по этому советую, она стоит тоже что-то там около 500 рублей, но ее хватает годами, потому что вот вы берете маленькую капельку, капнули и по волосам, и все, однозначно советую всем, если вы не знаете, что делать с вашими волосами, потому что я, я ничем для волос уже давно не пользуюсь, ни пенками, ни лаками, вообще ничем, максимум только вот этой вот штукой, и все. Ну и покажу вам, что это от лукавого, уже как говорится, это различные вот маски, например, маска-пленка, либо какая-то тут black mask, ну, если у вас есть лишние деньги и желания, как бы вы можете раз в какой-то там выходной побаловать свою кожу этой фигней, вот, но это, это от лукавого, этим уже там занимаются наши девушки, там всякие наши сужены, вот, я это уже советовать не могу, потому что это фигня, фигнё, если честно, вот, и ещё вот такие вот патчи, это для того, чтобы, ну, если у вас есть мешки и прочая фигня, то вы этим пользуетесь, потому что для кожи глаз нужен другой уход, совершенно другие средства, для этого создали патчи, я как бы пока что особого смысла в них тоже не вижу, я ими пользовался достаточно количество времени и, ну, патчи и патчи, не знаю, фигня, не советую, как-то прям, не особо нужно, вот, правда, вот, запомните, опять повторюсь, всё, что вам нужно, в первую очередь, это, это вот это, это очень дорого, конечно же, ну, для кого-то, для кого-то это очень дёшево, я не знаю, сколько вы зарабатываете, всё остальное, это, это вот, это правда, это просто доп-средство, а, ну, и тоже очень важное средство, очень важное средство, это бритва, нормальная бритва, потому что, если у вас появляются прыщи, воспаления в области волос, которые у вас из лица растут, вот всякие там усы, борода, тут, не знаю, кинбарды, может, у кого-то, ребят, скорее всего, при бритве у вас просто волос неправильно, как бы, сбривается, он вырастается в вашу кожу, из-за чего, опять же, воспаление у нас появляется, поэтому, бритву нормальную одну купили, и бреемся себе на здоровье, вдобавок, как бы, вот эта вот бритва, это Браун С3, в нее весь мусор входит, она бреет быстрее, чем обычная бритва, поэтому, не скупитесь, ребят, опять же, поймите, вот, вы один раз потратились на бритву, и радуетесь жизни, а ведь, ваши девушки, сколько фигней они покупают, ну, сколько всякого дерьма для ухода за собой, а нам с вами, чтобы красавцами-то быть, ну, не нужно так много, да и девушкам тоже много не нужно, просто они на этом помешаны, как правило, а так как мы с вами зачастую в этой фигне вообще не разбираемся, и разбираться не хотим, то, вот, вот, купив вот это вот, этого вот более чем достаточно, и то, как я уже сказал, вот нам с вами нужна бритва, и вот три основных средства, которые я вам показал, вот, ну и все, в общем-то, надеюсь, это видео было для вас полезным, надеюсь, вы из него вывели что-то для себя, и нашли какие-то интересные для себя средства, поняли, что, как функционирует, что, для чего нам с вами нужно, я постарался действительно все объяснить максимально просто и понятно, дабы меня поняли все, а не только те, кто в этом разбирается, что-то для себя нашел, ну, и на этом, пожалуй, все, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok